В Москве, тема прямого эфира в понедельник, после 22 часов, в нашей гости депутат... Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Здравствуйте, в эфире действительно программа «Особое мнение», ее проведу я, Ксения Басилашвили, и я приветствую Дмитрия Быкова, писателя и журналиста в нашей студии. Здравствуйте все, здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, Дмитрий. Итак, сегодня фракция практически «Единая Россия» объявила о том, что готова вычеркнуть Геннадия Гудкова из своих дружных рядов. Скажите, пожалуйста, а почему Гудков как кость в горле, но не единственный же он там оппозиционер? Да нет, понимаете, много раз я говорил о том, что русская история разыгрывается как пьеса, в этой пьесе, в напряженной, не стану говорить предреволюционной, но предкризисной ситуации, обязательно есть роль представителя элиты, который переходит на сторону условных восставших. Она в истории России многократно отмечена, ну это примерно так же, как всегда есть роль условного богача, который помогает условным беднякам и оппозиционерам, такой Савва Морозов. Я думаю, что и у Гудкова нашлись бы при достаточно вдумчивом исследовании какие-нибудь параллели в тогдашней Думе. Что-нибудь вроде выступления Пуришкевича, Ярова монархиста, который в 2014-2015 годах занимал абсолютно антимонархические позиции. Ну тут, конечно, надо воздерживаться от опасной параллели Гудков-Гучков, между ними ничего общего нет. Но то, что в парламенте обязательно найдется человек, которого лоялисты будут травить, это закон. То, что представитель элиты будет переходить обязательно на сторону, условно говоря, восставшего меньшинства, это совершенно очевидно. Значит, Гудков воспринимается ими как предатель. Вот так вот. Да, Гудкова, они изгоняты. То есть, условно, это свой, который перешел на другую сторону. Причем самое ужасное, что он во многих отношениях остался своим. Мне кажется, что Гудков сам еще не осознал, в какое положение попался. Он, конечно, не борец в том смысле, какой потребуется теперь. Он еще не научился бросать в лицо этому депутатскому корпусу свои полномочия, как сделал это когда-то, не очень красиво, но очень громко, Борис Березовский. Он не научился хлопать дверью, не научился говорить, да ну очень мне нужны ваши полномочия, я абсолютно чист. Он разослал компромиссное письмо. Он надеется удержаться при тайном голосовании. На мой взгляд, над Думой давно уже должно висеть оставь надежду всяк сюда входящей и уж над входом в оппозицию и тем более. А вам кажется, есть надежда при таком голосовании у Геннадия Гудкова, учитывая такой пандан решения? Дело в том, что, ведь мы все знаем, что справедливо Россо разослали свой ответный список, да, с депутатами, которые тоже имеют там некие свои дела. Я подозреваю, что при тайном голосовании у него был бы все-таки шанс, потому что очень уж прецедентная вещь происходит. Понимаете, таким образом любой депутат, который скажет что-нибудь не то, может быть лишен немедленно любых полномочий. В России до сих пор такого не было, чтобы Дума выдавала своего на растерзание. Это первый случай и он, конечно, последним не окажется. Там история гораздо более очевидна и там об оппозиции речь не шла. Здесь действительно первый масштабный такой вариант. У меня есть подозрение, что поддерживают Гудкова и понимают Гудкова гораздо больше народу, чем они признаются в этом сейчас. По всей вероятности, если он лишится полномочий, это значительно ускорит происходящее в России. А уж если дело дойдет до суда, ареста после лишения пресновенности и прочих неприятных крайностей, не дай бог, конечно. То здесь мы получим, пожалуй, самый парадоксальный вариант. Когда человек, абсолютно ничем такой судьбы не заслуживающий, окажется в роли генерала Делла Ровера. Он станет чуть ли не символом духовного сопротивления, несмотря на все свое ГБшное прошлое. А там вдруг, как знать, как все повернется, может быть и новым руководителем силового ведомства России после каких-то решающих кризисных событий. Устраивает ли меня такая ситуация? Не очень. Потому что мне бы скорее хотелось видеть Геннадия Гудкова на свободе и при полномочиях. Но если так пойдет, мы же будем еще в ближайшую осень свидетелями невероятных психических трансформаций. Когда у нас в оппозицию будет вытеснять людей за совершенно случайные вещи. Сейчас уже действительно логика истории сильнее логики частного человека. Пошли ситуации, когда человека втягивают две колоссальные воронки. Либо это воронка лоялистская, либо воронка оппозиционная. И от нашей личной воли тут уже не зависит ничего. К сожалению, определяться придется всему. Вы знаете, мне кажется, это не единственные две воронки. Но мы дальше с вами еще одну определим. Еще одно решение сегодня Мосгорсуд, но так и решил, что деньги Ксении Собчак останутся где-то там. Где мы не знаем, наверное, в той самой кассе, куда доступа Ксении Собчак нет. Во всяком случае, без денег, без решения определенного. Кому нужны деньги Собчак? Нет, ну я говорил уже о том, что как раз вот Ксения Собчак, это наш первый такой российский Белла Ровера. Первый генерал, который оказался в стане оппозиции и вынужден был целиком перековаться. Чтобы взять более близкий пример, вспомним о бедном гусаре Замоисислово. Когда, в общем, тихий актер Бубенцов становится неожиданно противником государства, висущим карбонарем. Ничего не поделаешь. Ксении Собчак, видимо, я очень надеюсь, что это не последний ее миллион, или во всяком случае не единственный. По всей вероятности, это такой показательный урок. Это показательная порка. Показательная порка своих. Опять же, мы можем с вами сделать все, что угодно. Понимаете, тут возникает один гадкий парадокс. Многие упрекают и Гудкова, и Собчак именно в том, что они оттуда. И Немцов регулярно вынужден отлаиваться, когда ему говорят, ну ты же сам из власти, ты же сам вице-премьер. И особенно Эдуард Лимонов усердствует в таких вещах, потому что он почему-то считает, и я очень его люблю, но вот у него есть такое странное заблуждение, что настоящий революционер может происходить только из низов, все остальные куплены. Это биографическое у него. Он же настоящий революционер. Он очень гордится тем, что он из Харьковской Салтовки, и поэтому не очень верит в интеллигенцию, не очень верит в то, что из олигархата может получиться, например, революционер. А вы считаете, простите, выточняю еще вопрос, что Лимонов не интеллигент? А Лимонов, безусловно, интеллигент в первом поколении, но у него своего рода имущественное классовое недоверие к интеллигенции в нескольких поколениях, и уж точно к интеллигенции богатой. Я сам не богатый интеллигенцией, поэтому я понимаю эти чувства. Но тут вот парадокс печальный заключается в том, что в России как раз элита самая лучшая кузница для революционного класса. Это парадокс многожиданно отмеченный. В сапожнике знать захотела. Разговор о нашей знати всегда велся еще после декабрьского восстания. Почему-то только у элиты, только у людей с деньгами и возможностями в России сильно развитое, даже может быть иногда до болезненности, чувство собственного достоинства. Это чувство отказывается мириться с теми унижениями, с которыми охотно и привычно мирится большинство. Ничего не поделаешь в стране, еще недавно отменившей крепостой право. Это очень живо. Поэтому, к сожалению, со скрежетом зубовным, мы должны признать, что большинство революционно настроенных людей сегодня это люди хотя бы с минимальным состоянием и минимальными возможностями и люди, очень часто происходящие из элиты. Ничего не поделаешь. Это единственные, кого не так просто оказалось нагнуть. Я не думаю, что это хорошо. Это не хорошо и не плохо. Это просто так. И надо признать эту закономерность российской истории. Я напоминаю, что сегодня в гостях Дмитрий Быков вы можете присылать свои вопросы. Плюс 7, 9, 8, 5, 970, 45, 45. Но таким образом, немножечко развивая вашу мысль, поправьте мне, если я не права, получается, что люди готовы выйти просто защищая какое-то свое имущество, защищая свое материальное прошлое или настоящее. И это тоже способно их вывести из элит на улицу. Вот, предположим, те чиновники, те министры, которым могут законодательным образом запретить иметь недвижимость за рубежом, они потенциально революционеры? Ну, сегодня Алексей Кудрин сказал, что значительная часть министров при таком раскладе может выбрать домик за границей, а не должность. В России это остроумное замечание, я с ним солидарен. Может, они готовы побороться за домик? Думаю, что да. Ведь, понимаете, как говорила Куржава когда-то, лучший революционер тот, у которого нет имущественных мотивов. Я не думаю, что у декабристов были имущественные мотивы. У них было чувство собственного достоинства людей, которые так на минуточку победили Наполеона, а потом не смогли победить Рокчеева. Им надоело быть пешками. А им активно не нравился поздний Александр, потому что они помнили свободу и дух равенства при раннем Александре. Они умели с солдатами разговаривать, они воспринимали их как фигурки деревянные. Поэтому у них было какое-то чувство собственного достоинства, которое им жаль было отдать. Вообще всегда есть тот бунт элит, которые осознают, что они становятся винтиками, у меня есть предчувствие, что когда-нибудь со временем, может быть, мы получим и серьезные доказательства того, что против Сталина такой бунт все-таки затевался. Я очень склонен предполагать, если заявили Кантер, что если Тухачевский и не вел таких разговоров, то думал такие мысли. И думаю, что есть свидетельство тому. Никогда не получается нагнуть человека, который чувствовал себя творцом истории. Даже у нас в 90-е годы этот луч упал на нескольких, и вот случай Ходорковского тот самый. Мы увидели, что у нас народ не злопамятный и легко упрощает олигарху, если он хорошо себя ведет. То есть демонстрирует стойкость. Думаю, что поток, приток очень мощный таких людей мы в ближайшее время получим, потому что власть уже отчетливо лупит по элитам. В таком смысле мы ждем настоящую буржуазную революцию, как я понимаю. Я бы не сказал даже буржуазную. Буржуазей все-таки массовый большой класс. Мы ждем элитную революцию. Но я хочу напомнить, что в пролетарской революции 17-го года ни одного пролетариуса в Наркоме не было. И юрист Ленин, и публицист Тронский были, в общем, людьми из весьма состоятельных или, по крайней мере, элитных семей. Вам кажется принципиальным борьба наших оппозиционеров за проведение марша именно в рамках Садового кольца? Потому что, как мы знаем, решение пока не дать пройти по намеченному пути, по Тверской и далее с митингом, отсылают на Фрунзенскую. Вам кажется принципиальным борьба за ранее намеченный маршрут? Понимаете, в макросмыслие она, конечно, не принципиальная, потому что совершенно не важно, будет это марш или нет. История России произойдет своим чередом без всякого участия оппозиции и власти личного. Она уже как механические часы, которые прекрасно себе идут без наших усилий. Но для оппозиции, когда главная цель не добиться чего-то, а сохранить лицо, для оппозиции, конечно, важно настоять, если не на первоначальном маршруте, то, по крайней мере, на маршруте внутри Садового кольца. Это важное дело. Потому что пройти по Фрунзенской набережной и упереться в достаточно показательный и символический тупик, то есть пойти на условия, сказать, вот вы вот здесь помаршируйте, да, вот смотрим. Нет, это немножко, знаете, немножко не по-хорошему. Бывают же вещи непрагматические, мы же не прагматики в общем. Есть вещи, которые тем более полезны, чем менее они ползучи прагматичны. Складывается впечатление, что вы, в принципе, как-то не очень оптимистично настроены по отношению к маршу ближайшему хотя бы. Нет, почему я очень оптимистично настроен. Потому что когда вы были в эфире около двух недель тому назад, вы тогда еще сомневались, пойдете, вы не пойдете, будете участвовать или нет. Нет, я сомневался, будет ли марш. Марш будет, пока непонятно где. Пойдете, да. А вот это вот вообще поведение мэрии, когда некое кокетство возникает, знаете, запрещают идти по одному маршруту на меч, но потом вдруг раз за день до акции разрешают. К чему это? Почему такая игра? Понимаете, вот это так скучно. Это так скучно. Это из серии «Никуда не денешься, улюбишься и женишься», все равно ты будешь в море. А зачем? Я просто не понимаю, каждый раз. Я же говорю, пьесы написаны. В течение года. Люди отрабатывают роли. В этой роли написано. Здесь кабинется, здесь разрешить. Это такая скукота. Они же все это прекрасно понимают. В мэрии полно неглупых людей. И Капков, человек умный, да не сочтут меня продавшимся. Это же, в общем, объективная констатация факта. Там очень много умных ребят. Они прекрасно понимают, что от того, что произойдет этот марш, ничего не переменится. И пройдет он в центре или не в центре. И пройдет он по Красной площади с дудками, фанфарами, салютом. Совершенно ничего не изменится. Это не важно. Им важно отыграть эту пьесу. Мне важно понимать, что история движется своим путем. Вектор ее мне очевиден. И я молю Бога только о том, чтобы развязка в этот раз оказалась менее кровава. По сценарию, скажем, 1855 года, а не по сценарию 1917 года. А если вы считаете, что все уже и так движется по своему намеченному накатанному пути, для чего вы лично выходите на этот марш? Это Сагут Кольщин, я это готов пояснить. Значит, вообще, очень печальная закономерность в России, что львиная доля участвующих в протестах сегодня, ну такой шумный, привлекающий к себе внимание оппозиции, это литераторы, либо люди творческих профессий. Вообще, это не их дело. Потому что политика – это искусство возможного, а нам надо все время хотеть невозможного, странного. Но почему-то так получается, что совесть осталась в основном у тех людей, для которых она является рабочим инструментом. Если вы ощущаете себя трусом, вы стихов не напишите, фильмы не снимете, картину не сделаете хорошую. Если вы все время себя ненавидите за подлость и конформизм, вы не сможете каждое утро садиться к столу и писать роман. Просто потому, что вам противно будет смотреть на себя. «Поэзия – сознание своей правоты», – сказал Мандельштам. Если у человека нет этого сознания своей правоты, он может стать конформистом, трусом, подонком, кем угодно. Но художником он быть не сможет. Вот поэтому так много в рядах этой оппозиции творческой интеллигенции. Это Акунин, это Парфенов, это Улицкая, это масса народа, которую я могу перечислить, вплоть до самых молодых, в диапазоне, я не знаю, от Дзитко до Кашиным. А печально это очень, да, почему? Потому что художники вообще редко умеют между собой договариваться. Художник, он такой, всё-таки он гуляет сам по себе. Сейчас страшно далеки и не от народа. Нет, как раз к народу они очень близки, потому что художнику не так много денег, он ездит в том же метро, стоит в тех же очередях, в магазинах, которые, кстати, опять есть. Это всё нормально. Но проблема-то в другом. Проблема в том, что художнику трудно договориться, вот когда координационный совет из них собирают, это почти такая же выходит всегда глупость, как союз писателей. И как-то вообще творческая интеллигенция, она не рождена искать компромиссы и заниматься искусством возможного. Но что поделать, если у нас так мало других людей, для которых совесть была бы абсолютным нравственным императивом? Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!